Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 18 часов 45 минут, 12.04.2017 года. Континентов под названием Америка не существует вообще. Так, значит, давайте сначала. Что по поводу Америки? Вот она Америка, никуда не делась. Города с жителями американскими как были вот тут, так и остаются. Вот, пожалуйста, все нормально. Но в чем разница между современной Америкой и той, которую мы нарисовали? Если вы из Минска выйдете пешком и пройдете все это расстояние, вы можете пешком дойти до Голливуда. Значит, смотрите, уважаемые слушатели и зрители, чтобы больше было понятно, что Аргентина на самом деле не Аргентина, слева я схематически показываю нам континент Африка, да? Ну, примечательный момент, если... Ну, примечательный момент, если я раскрою вот эту карту... И покажу вам вот этот континент Африка, то на вот этой карте я специально ее, конечно, приклеил, но если бы неподготовленный зритель посмотрел бы на этот континент, мы все привыкли к очертаниям Африки. Давайте я вам для сравнения покажу. Обратите внимание, континенты, можно сказать, визуально идентичны. То есть... На старых картах еще осталось те изображения, которые напоминали контуры Африки. Еще раз повторяю, Африка и Северная Америка – это один и тот же континент. Но тут есть примечательный факт. Лже-создатели карт используют так называемую зеркалку. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Возьмем пример... Обратите внимание на вот этот вымышленный материк. Видите? Но здесь используется зеркалка. То есть, когда художники создавали носик вымышленной Антарктиды, они использовали, по сути дела, стилизацию Аргентины. Даже если мы с вами ради интереса попробуем увеличить вот этот перешейк, то расположение гор на вымышленной Антарктиде, как и в Аргентине, идет точно так же. Вот здесь идут горы, так называемые, страны Чили, да? И здесь то же самое. Так вот, при обнаружении неточностей... Допустим, помните, я сегодня в ролике рассказывал, что, допустим, Охотское море это Гудзонский залив. Вообще здесь тоже используется зеркалка. То есть, если переворачивать континенты местами, как они нарисовали, будет все сходиться. Ну, давайте вот на вот этом скриншоте покажу. Вот здесь вообще правильно, по-хорошему, копировать. Я уже показывал этот момент. Несмотря на то, что вроде все тут сходится, это великолепие, его все равно надо ставить зеркальной стороной, чтобы оно сходилось в идеально. Вот на старых картах, если мы откроем старую карту, видите, носик, скажем так, вот здесь территория современных, так называемых, штатах, уходит влево. Но уже когда перерисовывали карты, его увели вправо. То есть идет полная зеркалка. Видите, здесь в одну сторону. Хотя вот здесь, кстати, на вот этой карте, кстати, смотрю тоже в одну, вот в одну сторону. И вот носик тоже в одну. Вот, поэтому континент, если просто задаться целью, кто-то скажет, ну там опять же же города, они не с растушки. Ну вот я вот вам нарисовал, прикрепил. Видите, контуры, в принципе, напоминают Африку. Вот. Классическое очертание континента Африка. Как мы привыкли с вами. Но на самом деле, как я вам показал ранее, это не Африка. Была нарисована искусственно, а была нарисована стилизация с Африки Южная Америка. С годами ее перерисовали и опять же отзеркалили. Можно попытаться по хребтам, которые, возможно, настоящие, как в Чили и как в Америке, приблизительно понять место расположения городов. Но, возможно, они создали перевертыш. То есть, что я имею в виду, те города, которые находятся на западе Южной Америки, могут находиться на востоке Африки. Но в данном случае, я скажу, принципиальности большой нету лично для меня. Почему? Потому что вот этого континента, по сути, его не существует. Он, по аналогу Северной Америки, имеет двойное, скажем так, устройство. То есть, по хорошим делам, тех, кто вот у нас, уважаемые есть слушатели, зрители, которые проживают в Аргентине, если они зададутся целью пройти через весь континент на север или просто перелететь, то они на своем континенте, к удивлению, могут наткнуться на пирамиды Гизы. Земля, на самом деле, значительно меньше, чем мы могли себе представить. Это древняя карта, она фактически показывает полную модель нашей Земли. Обратите внимание, на этой карте нет ни Южной Америки, ни Северной. То есть, Африка выполняет роль Южной Америки. А Южная Америка выполняет роль Африки. Если у кого-то есть финансовые возможности, могут самостоятельно это проверить. Вот еще тоже примечательная карта. Если сложить вот эти ножницы вместе, сомкнуть, то мы увидим, что здесь также отсутствует Южная и Северная Америка. А хотя карта максимально приближена к реализму. Тоже чудом дожила до наших дней. Я это озвучил для того, чтобы вы самостоятельно проводили те или иные расследования по мере своих сил, возможностей и желания. Наша сота в земном покрове выглядит значительно меньше, чем мы предполагали. Суши у нас больше, чем воды. Она имеет точность доступа, точность позиции. восточно-западные линии параллельны и пересекающиеся северно-южные оси подвергными углами. Что это, черт побери? Это место, где мы жили все время. Вячеслав, ты тут? Я тебя очень прошу, не трогай Аргентину. Это единственный более-менее адекватный был переход на антарктический поезд, и ты ее сейчас куда-то запулишь. Почему Африка тоже является таким же переходом? Подожди, Африка тоже является переходом? Да, да, даже на картах, даже на современных ты можешь это увидеть, на некоторых современных, на некоторых, а на старых картах вообще есть карты, где Африка и Антарктида вообще слитные. А, вот почему ЮАР, и там такой геноцид, такой контроль был, а сейчас там бандитист сумасшедший, да? Обалдеть. Я полночи потратил сегодня на поиск карт, ну понимаете, и вот Света говорит, давай, давай, Слава, это, топи ее, а я, я ее давно собрался топить, это, ну, я не хотел ее топить, пока не было, вот, вы что думаете, я Америку не хотел потопить, я просто карту не мог подходящую найти, чтобы ее затопить, и Рахман Тор тоже подначит, а так он пишет, типа, давай, давай, Слава, там, подумай про негра внимательно, на что думать, я и так, уважаемый Рахман, это все уже давно подумал, я просто, прежде чем топить, надо зрителям что-то показывать, смысл того, что никто никого никуда не перевозил, уловил, да, сами перешли, а никто никуда не переходил, они вот, когда пользуются зеркалкой, вот я тебя просто, ладно, я хотел, ну ладно, не будешь забегать вперед, потом покажешь, я единственное, что я просто хотел сказать, доведу, это связано с Антарктидой и с Аргентиной, вот носик вымышленной Антарктиды сравни с носиком Аргентины, просто на едином, да, да, мне это давно смущало, ну вот, я про это тоже в ролике говорю, я теперь начинаю понимать, почему вот был такой конфликт насчет Фолклендских островов, вот был боевой конфликт, а почему, непонятно, что-то не поделили там эти острова Англия и, ну, Великобритания и Аргентина, оказывается, тут не все так просто, это же острова, чтобы базы строить, это Ешкин клуб, и все ради того, чтобы ближе контролировать вот этот перешеек, да, мир, конечно, удивителен, а мы в нем просто-напросто, к сожалению, пока наблюдатели, что такое, Австралия, Антарктик, территория, ну, да, австралийский, ну, даже по официальной науке, длина береговой линии Австралии 25 тысяч 760 километров, вот википедии можешь найти, 25 тысяч, я вот смотрю, такие сомнительные места, знаешь, вот эти переходы, либо делят два государства, там просто так не пройти, надо договориться с двумя государствами, ну, то есть, таможенниками, ну, то есть, как Аргентина, к примеру, и Чили, потом, либо какие-то заповедники в очень большом количестве, куда заходить нельзя, ничего заносить нельзя, и вообще дышать в ту сторону нельзя, и такие территории, которые вообще не развивают инфраструктуру, потому что там неудобно видеть, почему неудобно, непонятно, вот, все в одну вот эту кучу, мы, по сути, получается, ничего не знаем. Олеся говорит, что у него в Нью-Йорке папа живет, я уже сегодня вот тоже человеку показал, он говорит, теперь тогда все понятно, неужели это, давайте я вот, Олеся, для вас и для вашего папы покажу, где он живет, как непонятно, что, и все на месте, вы поймите, что ничего никуда не пропало, все там и остались, здесь жили, Олеся, вы здесь, напишите в чат, поставьте там плюсик, или чтобы я знал, я для вас специально буду показывать, где ваш папа живет, ну что, перед, перед вами же карта, карта, благодарю, слава, Олеся, вот, пожалуйста, обрати внимание, где живет папа, вот тут, ничего никуда не пропало, то есть, теперь вы к папе можете пешком, Олесенька, прийти, не надо тратиться на билет на самолет, причем, не важно, где бы вы ни жили, хоть в Европе, хоть в Африке, хоть в Сибири, хоть, не знаю, в Центральной Сибири, хоть в Индии, вы к папе можете теперь пешком прийти, не знаю, надеюсь, понятно, где живет папа, ничего, никуда не пропало, все на месте, вот эта карта, по сути, она и есть настоящая карта, а вот это, кстати, ситуация с зеркалкой, то, что я тебе говорил, вот Америку сейчас отзеркалили, вот этот носик в другую сторону, то есть, в данном случае продолжения у континента нету, подожди, не вижу, то есть, носик, вот Америки, то есть, я вижу, то есть, вот это Америки, самый край правый, правильно? Вот это да, здесь и Голливуды тут находятся, и Нью-Йорки, да, но продолжения нету, дальше, Аргентины, потому что, Аргентина и Африка, я специально называю Аргентина, почему, потому что, мне очень долго говорить Южная Америка, стоп, подожди, а как же Амазонка, это здоровая личность, это Нил, таму, тогда по-любому не 7 миллиардов, вообще, тогда по-любому, по-любому, а вот это то, что уже я говорил, у нас не так много, как раз, максимум миллиардов, да, я знаю, но это уже такое, по-любому, по-любому, но, ну вот давай, я вот приколю, вот допустим, континент, да, очертания, я понял твою задумку, да, 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 а на самом-то деле, это вот что, вот на этой карте, мы видим точную копию Африки, ну подожди, тут тогда, а Панамский пролив? Вот Панамский пролив, это пролив между Антарктическим кругом и Антарктидой, Берингов пролив, это пролив между Материком и Антарктическим кругом, Слава, знаешь, у меня мозг, конечно, более-менее уже расшатан, но все равно идет взрыв, и я понимаю твою идею, не то, что, знаешь, есть сайт, кругом все вранью, а вот хочется сказать на слово П.